Детективы, драмы, романы можно не только читать и смотреть на голубом экране. Есть и другой способ, который для молодежи, живущей в виртуальном мире, возможно, покажется давно забытым. Речь о радиоспектаклях. С другой стороны, спектакли по радио чем-то похожи на модные в наше время аудиокниги. Мои коллеги подглядели за кулисами национального радиочувашия процесс создания радиоспектаклей. В этой девушке что-то есть. Так называется спектакль, который готовит национальное радиочувашие для своих слушателей. Автор комедии – российский драматург Генрих Рябкин. Артисты чувашского драм-театра собрались на озвучку, но она ничем не отличается от игры на сцене, а может даже требует больше сил. Главное здесь игра голосом, потому что радиослушатели не увидят жестов, мимики. Необходимо передать все краски и эмоции словами, иначе зритель не прочувствует, не пропустит через себя, рассказывают артисты. На радио надо обязательно чуть-чуть преувеличенно все это подать для того, чтобы зрителя заинтересовать. Потому что на сцене актер может движение все это показать, а на радио нет. Потому что радиослушатель, уже слушая ушами, сам довоображает то, что происходит там, в радиоспектакле. Именно через радиоспектакль мы знакомимся с чистым языком чувашским. Тут и литературный язык, тут такой певический язык, красивый наш, чувашский. Это только, по-моему, на радио можно услышать такой язык. Спектакль «В этой девушке что-то есть» прозвучит для радиослушателей в ближайшее время. На национальном радио «Чувашии», кстати, подобные постановки на родном языке можно слушать регулярно.